Пострадавшие от весеннего половодья получат по 10, 50, либо по 100 тысяч рублей в зависимости от причиненного стихии ущерба. Наибольшая сумма положена тем, кто имущество утратил полностью. Отметим, компенсация разовая, а всего от наводнения в марте-апреле этого года пострадало порядка 20 тысяч земляков. При этом ущерб от первой волны паводка для сельского хозяйства края оценивают в 26 миллионов рублей. Для транспортной инфраструктуры больше, чем в миллиард. Убытки несет и строительная отрасль края, сообщает Политсибру. Корреспонденты информагентства пишут, что за три первых месяца этого года компании ушли в минус больше, чем на 200 миллионов рублей. Первоисточник таких данных Алтай Крайстад. Ведомство посчитало, что убыточные компании, их доля составляет 45%, понесли потери почти в 400 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. А совокупная прибыль остальных компаний меньше, чем в 2017. Что касается организаций по операциям с недвижимым имуществом, то они сработали в плюс. Их положительная сальдо – порядка 120 миллионов рублей, что в 4,5 раза выше прошлогоднего показателя. А вот газета «Бийский рабочий» пишет, что один из микрорайонов города стал обителью полчища лягушек. Они развелись в болоте, которое образовалось между дамбой и частными домами в районе Старого Зеленого Клина. Местные жители рассказали журналистам, что кваканье стоит на всю округу. Биологи уверены, что ждать его прекращения в ближайшее время не стоит. А зерные лягушки спокойно относятся к соседству с человеком и, более того, готовы жить в загрязненных водоемах, которые хорошо прогреваются на солнце. Таким местом сейчас и является «Бийский район», именуемый в народе «Старой Зеленкой». Городские власти о его проблеме знают, но разводят руками. Они считают, что перекачивать воду бессмысленно, и потому людям нужно просто набраться терпения и подождать, когда, наконец, спадет уровень грунтовых вод. Елена Макаренко, Наши новости.